ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Таким образом, на престол России взошел сын Павла и внук Екатерины II, Александр. Начало его правления характеризовалось активными внутренними преобразованиями при содействии выдающегося русского общественного деятеля Михаила Михайловича Спиранского. Был создан так называемый Негласный Комитет, то есть Круг Советников Императора. В 1803 году в рамках государственных внутренних преобразований был издан указ о вольных хлебопашцах, по которому помещики получали право давать свободу своим крепостным крестьянам и наделять их определенным участком земли. Но эти меры де-факто не принесли результатов в решении важного вопроса крепостнической системы в России. Зато в 1804 году была проведена аграрная реформа в Прибалтике изданием положения о лифлянских христианах. Согласно нему крестьяне прикреплялись конкретно к земле, а не к помещику лично, и их запрещалось продавать и покупать без земли. В это же время в Европе свою политическую силу набрала Франция во главе с императором Наполеоном I Бонапартом. Молодой полководец желал подчинить себе всю Европу, потому другие страны противодействовали этому. В 1805 году третья антифранцузская коалиция была разгромлена в знаменитой битве под Аустерлице, также известной как Битва Трех Императоров. Это произошло главным образом из-за недооценки союзниками сил французов и неправильного командования. Дело в том, что тогда главнокомандующим русско-австрийской армии на самом деле был амбициозный русский император Александр I, в то время как гораздо более опытному Михаилу Иларионовичу Кутузову отводилась лишь второстепенная роль. В результате третья коалиция распалась, и в последующие несколько лет Российская империя приняла участие в войне четвертой коалиции, потерпев поражение под Фридландом 14 июня 1807 года. Это поражение заставило Александра загружить мир с Наполеоном. 25 числа того же месяца представители обоих держав встретились в крытом павильоне посреди реки Неман и провели переговоры друг с другом. 7 июля был подписан Тильзитский мир, согласно которому Россия и Франция закрепляли свои союзнические отношения. В частности, вступлением России в континентальную блокаду против Британии. Также на отторгнутых от Пруссии и Австрии территориях было создано герцогство Варшавское, а Россия провела завоевание Финляндии. Тем не менее, Александр планомерно готовился к войне. Интересно, что в мае 1812 года в Россию секретно прибыл немецкий изобретатель Франц Леппих, который до этого во Франции и Германии безуспешно представлял свой проект управляемого дирижабля для бомбардировок уражеских войск. Координацией работ по строительству аэростата занимался московский губернатор Фёдор Васильевич Ростопчин. Однако все попытки испытаний этого изобретения оказались безрезультатными. В целом, боевые возможности воздушного судна Леппиха были довольно спорными и неоднозначными. 24 июня 1812 года Великая Армия Наполеона в полной секретности пересекла реку Неман по трём понтонным мостам. Перед этим 22 июня солдатам Франции было прочитано воззвание. Солдаты, вторая польская кампания началась. Первая окончилась в Фридлэнде и в Тильзите. Россия увлечена роком. Судьбы её должны свершиться. В 19 веке во время боевых действий применялась так называемая тактика линейного боя. Солдаты обоих сторон выстраивались в линии, затем сближались друг с другом на расстоянии выстрела, после чего происходила перестрелка. Чтобы перезарядить ружьё образа 1800-х годов, солдату требовалось примерно 20 секунд. Затем одна из сторон либо отступала, либо бросалась в ближний бой с неприятелем. Штыковая атака это самый страшный момент сражения, поскольку шанс выжить в нём сводится к минимуму для всех. При этом наиболее эффективно было построение в три шеренги. В своё время Александр Васильевич Суоров в книге «Наука побеждать» писал «В двух шеренгах сила, в трёх – полторы силы, первая рвёт, вторая валит, третья довершает». Для обороны от конницы пехота строилась в каре, образуя замкнутый прямоугольник и выставляя вперёд штыки. Перед противником же стояла задача разорвать это построение, с чем справлялись кирасиры, тяжёлая кавалерия, одетая в кирасы. Впоследствии тактика линейного боя легла в основу позиционной войны, которая разворачивалась во время глобального конфликта Первой мировой войны. Летом 1812 года на западных рубежах Российской империи располагались четыре русские армии. Первая армия под командованием Михаила Богдановича Барклая де Толли, вторая армия Петра Ивановича Багратиона, также третья армия Александра Петровича Тормасова и четвёртая армия Павла Васильевича Чичагова. Согласно довоенному плану советника императора Карла Людвига Августа Фуля, первая и вторая русские армии должны были отступить к Дрисскому лагерю в местечке Дрисса на Двине, где предполагалось сражение с французами. Однако по прибытии первой армии в Дриссу план был отвергнут. Дрисский лагерь со своими мнимыми укреплениями не продержится и несколько дней, и русской армии грозит здесь окружение и позор на капитуляции, утверждали со всех сторон приближённый Александра, пишет русский и советский историк Евгений Викторович Тарли. Начало войны вызвало смятение в русском командовании, за первые пять дней великая армия Наполеона уже заняла Вильна. Александр I отправил к Бонапарту первого министра полиции Александра Дмитриевича Балашова, но первый отверг все мирные предложения со стороны России. В Дриссе на должность главнокомандующего первой и второй русской армиями был назначен военный министр Барклай де Толли, который выступал против сражения с французами. Перед ним теперь стояла задача соединиться со второй армией Багратиона, потому он начал отступление к Витебску. Наполеон выделил часть сил для того, чтобы помешать соединению русских армий и разбить их по отдельности. Авангард Луи Николя Даву выдвинулся к Салтановке, но 23 июля корпус Николая Николаевича Раевского нанёс ему удар. Иван Фёдорович Паскевич предпринял попытку обойти позиции Даву, хотя французы предупредили этот манёвр. Однако после героической атаки солдатам Раевского удалось выбить французов из Салтановки и закрепиться там. Неприятель понёс большие потери и отступил, но впереди русских находились основные силы Даву, потому путь в Витебск для Багратиона был закрыт. В таких условиях сражаться наполеоновской армией было бессмысленно. Барклай-де-Толли оказался в сложном положении. Действия второй армии отвлекли французов, но Наполеон готовился к решающему столкновению, не сомневаясь в своей победе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова